Да, ну Андрей, мы постоянно при этом слышим рефинансирование банков, то, что говорит Рабинович. Мы постоянно слышим, что это транш от МВФ, а если не будет этого транша, то сколько у нас будет за доллар через пару месяцев. Постоянно это нагнетается, мы слышим. Ну вот что скажете, на самом деле, в чем проблема? Ну вот как Рабинович говорит, в том, что просто нет мудрости управления и распределения финансовых потоков или в чем-то другом? Ну, на самом деле, знаете, в каком бы жалюгидном состоянии ни находилась наша экономика, но 1 млрд долларов, хотя эта фраза звучит как что-то действенное гигантское, но в масштабах даже нашей хворой экономики эта сумма глобально ничего не решает. И я сгоден, что, даже если мы поднимемся по, например, тем суммам, которые щороку выводятся из Украины по різным схемам в офшоры, то это суммы в десятки раз больше. И, на самом деле, ключевое питание в том, что в самой стране генеруется певный ресурс, певные активы, которые потом просто звезды выводятся. И это главная ключевая проблема, звездки взяти гроши в бюджет. Потому что сейчас нас годуют черговую порцию абсолютно негативных вещей, которые, как бы, Украина мое сделать, чтобы получать черговый транш МВФ. Хотя, на самом деле, если мы разберемся, то той же МВФ, его цікавить, прежде всего, чтобы у нас был уничтожен дефицит платежного баланса, чтобы у нас не было величезных дисбалансов в бюджете. А для этого, как мы уже это будем вырешивать, это уже, в принципе, наша справа. И то, что наш уряд, наша влада погоджуется на то, чтобы сегодня ставить питание про рынок земли, ставить питание про подальшую приватизацию залишки в стратегических объектах, которые в Украине, ставить питание про фактичное подвищение пенсийного века, про знищение спрощеної системы оподаткования. И много других вещей, которые абсолютно неприятны для украинского народа, говорят о том, что наш уряд не защищает национальные интересы, а защищает приватные интересы конкретных олігархов, а также свои приватные интересы. И для них это очень важнее, чем интересы украинцев. И, соответственно, если мы говорим про первочерковые кроки, которые должны быть в экономике, то мы предлагаем в свободе конкретные законопроекции. Это наш пакет по дефшоризации, который сможет сберегать миллиарды долларов в украинской экономике и даст податки в бюджет. Это демонополизация, это ликвідация приватных монополий. Это то, что даст возможность развиваться нашей конкуренции в экономике, даст возможность развиваться малому-середнему бизнесу и реально снищить олігархат в Украине, потому что он весь будет побудованный на паразитовании, на природных монополиях, которые они приватизировали, прежде всего, в энергетике и в других сферах. И, соответственно, даже эти первочерковые два кроки, они смогут наповнить наш бюджет, что нам не нужно будет стоять с протянутой рукою, входить в политическую залежность от иноземных сил, ставить на колено заради черговых подачек. Тем более, что они идут даже не на то, чтобы нам развивать инфраструктуру, чтобы выплачивать предприятие борги, с большей числой борги, чем больше, а в залу.